Чтобы жители полуострова все же смогли купить украинские товары в условиях блокады, власти Херсонщины пообещали построить торговые точки. Сами крымчане эту идею приветствуют, ведь в оккупированном Крыму все дорого. Мясо дорогое, по 350 рублей, хлеб, как всегда 23-22 рубля. При этом продавцы местных херсонских рынков готовы в любой момент пойти навстречу крымчанам и начать торговлю недалеко от пунктов пропуска. Это ведь неплохой бизнес. Конечно, нормально было бы хорошо, если рынки были бы на границе. Работы больше было бы. Продуктовые точки и хабы на границе с оккупированным Крымом – это то, что еще совсем недавно обещали власти Херсонщины. Таким образом, считают чиновники, крымчанам будет легче купить украинский товар. Однако, дальше обещаний дело пока что не идет. Говорят, нет инвестора, желающего вложить деньги в такой бизнес. Власть не должна заниматься бизнесом. Власть должна помогать развивать бизнес. Поэтому любому инвестору, который придет на территорию Херсонской области, если мы увидим, что у него есть желание построить и вложить собственный финансовый ресурс в данный оптовый рынок, в логистический центр для развития, мы дадим дорожную карту, посадим за стол все контролирующие структуры, которые выдают документы, сядем мы и постараемся в короткие сроки дать все согласовательные документы. Продуктовые хабы и рынки – это именно то, что должно было стать связующим звеном между оккупированным Крымом и материковой Украиной. Но пока идея остается лишь идеей, а власть имущих дальше обещаний не пошли. Территории вблизи границ продолжают пустовать. Эльвира Сафина и Максим Мовчин для настоящего времени.